Кстати, ТМ пережил черкание. Госпартак, это неправда. Ты дезинформируешь. Предупреждение тебе. Правду сказал? Нет, неправду сказал. Вот, технику нашему написал, смотри, тайминг. Пингуй его. А тебе за то, что ты... Нака. Как могут люди так откровенно врать? 100% и 4 маус-борды. Первый немецкий в Голд-лиге ever. Лидер из ESL Майстершафт Групп B. Самый деликатый немецкий игрок, рядом с тобой, конечно. Шатат, он венчат. Что там? Окей-докей. Это время, чтобы привести криппе в Азию. Это? Или он будет нас удивляться в том, что он играет? Ты не делай так больше, пожалуйста. Трэнский конь. Да нет, еще Фогича нет. Фогича будет играть в следующем матче. Очень-powerful for the Undead to handle with all those items and levels. But with the Crypt Lord, everything changes. The Undead goes for a fast expansion, normally, and then uses that power to get stronger in the late game. High-tech. Late game triple hero, which can always creep on Twisted. It's still not really figured out who that map is better for. We've been seeing the Crypt Lord, of course, for a few weeks now. But we haven't seen the best Asian orcs going up against it yet. Indeed. I don't want to jinx this match, you know, I don't want to ruin the hype. It is the creepy, by the way. I don't want to ruin this, but if I did my homework correctly, then fly stats against Undead this year is 12.0. Вернулся. Итак, Crypt Lord там я видел. Ох, Жук, Жук. Жука подняли в патчах. Жук молодец, Жук плотный. Для тех, кто там был в спячке последний год по поводу Варкрафта, значит, поздравляем, вышел рефорж. Вот. И начали балансить героев. Жуку досталось очень хорошо. Положительно побалансили. Даже сначала его сделали сверхсильным. Короче, сейчас он вызывает по два Жука. Стоимость вызова увеличилась, кажется, в полтора только раза. Переделали ему еще импейл. Теперь юниты, которые подкинуты импейлом, не являются неуязвимыми. С них не спадает таргет. И, соответственно, если projectile в них летели, или вы их атаковали, в них продолжают они лететь, и после приземления таргет не спадает. Только заклинания не действуют на летающих вот этих вот юнитов. Ему также изменили тип заклинания с ченнелинга на нормальный. Типа, вы теперь не сможете перебить каст импейла. То есть, если вы сделали импейл, и вам там кинули сетку, или вы тыкнули мув в другую сторону, то... Ну, то он не... Скастует его до конца все-таки. Вот. Но форсир тут же прибегает на криппинг. Не добил первого Огром. Минус зиз... Да, Зигурат минус. Минус. Опять не добил. Точно гулька не уйдет уже никуда Хотя можно подблочить, можно подблочить Ой, хорош Хорош Все равно не уйдет, кажется Да, видите, Грант не стал Ушел сразу с пути форсира И минус гулька Конечно, конечно, колит тоже минус Казалось бы, карта большая А, они начинают же с этой карты Неплохо Они же играют с этой нейтральной карты А потом уже лузер пики идут То есть то, что... Ой, какая там гулька маленькая Ой, беги, беги, родная Бросай дрова, быстрее побежит Ай-яй-яй-яй-яй Икс-Лорд только наговорил в интриж Нужно кручить, ломать О-о-о-о, до контроля Ну, надо, конечно, продолжать Попытки снести... Снести нейтралов с экспанды Но под боком у тебя флай Пытается убить... Огра Не добил... Ой, еще можно окружить Почти, почти Окружение было классное Второй уровень Можно сейчас импейлить сразу же Зигураты страдают дико Минус один еще зигурат В целом да, нормально все Сейчас будет спам просто жуков Минус грунцер сейчас будет А почему не импейл сейчас в эту кучу? Да, да Странно, что не было импейла То есть он на втором уровне взял импейл В определенный момент был форсир в рейнже О, во-во-во-во Двойной, двойной Нет, одного Можно было двоих окружить О, можно еще было Почему, почему он так не окружает-то нормально? Блин Что делать, когда виверный прилетит? Ну там не фаст виверный Там кажется спирит лодж плюс бестиарий То есть там скорее всего кастер и рейдеры Будут Пинг 200 Да, пинг 200 Очень близко И достроил Зигурат Да, они же играют у корейцев И китайцев лучше пинг в целом Ну не знаю, какой там конкретно пинг у него О, окружил форсира Хорош Ну шахту отменят Ну минус грант еще О, вот это потери Это потери А может от... Нет, не отдаст Да, да, да Почти, почти третий уровень у криплорда Все-таки виверны И спирит волкеры, да Ну один Одна виверна Он там вторую вроде отменил Построил рейдера Жуков так много Побежали Криплорд получает третий Ну вот надо с зигуратами, конечно, от виверны, если что, отбиваться Хотел просто про... Да, подъел, подъел Немножко форсира сбил у него лечение Вызывает жуков Жуки сейчас, кажется, стоят типа 45 Но вызываются по паре из одного трупа Да Красиво Ну минус зигурат, но он был обречен, на самом деле Самое главное... Самое главное, чтобы достроилось перед... Он... О, околитик, околитик Очень... Очень странно, что он направо не перевел точку сбора Ну, чтобы вдоль леса не шли наши товарищи Да, хорошо То, что удалось Экслорду поставить базу, это уже большое достижение Интересно, он забьет на эту атаку Прогрейдить типа зигурат, самому идти и крепиться Почему нет? Он просто бежит, трейдит, скажется Да-да-да, это похоже на правду Да не, забей, это не так важно Шоп, жалко, конечно Ну, алтарь тебе зачем? Так, прибегает Телепорт это нет Персоналочка только Попытался... Форсир же, форсир... А, форсир не окружит Все правильно, там же слева Хорош Сжирает первые бору Еще рабочего подъел Да-да-да А вот зачем он сейчас вернулся? Очень странный был возврат, если честно Здесь он отдает пару гулей Жужуков Жужуков Еще диспельность можно Да-да-да Класс Класс-класс-класс Жужук прекрасен Видите, у него получается Мы когда в ФФА-шечку тоже играли Если жук на рандоме попадает Он как раз раскрывался В том плане, что вначале у тебя Есть материал для того, чтобы крепиться И при этом герой мега полезный и в лейте То есть у него импейл Там, скорее всего, на пятом уровне Ну, не факт, что он третий импейл возьмет Зависит от лимита От ситуации Нужно ли ему будет активно харасить Или уже надо будет сражаться с хорошими лимитами Но смысл в том, что у него импейл шикарный И в лейте он против хороших лимитов Ну, сопоставим с томпом Таурена В некоторых ситуациях даже лучше Ну, потому что тебе до некоторых целей не надо добегать А ты цепляешь их Урон сопоставим Время стана кажется только на секунду поменьше То есть очень хорошее заклинание Массовое хорошее заклинание И ульта у него мега полезная Потому что, ну, хрен, ты его убьешь под ультой И так-то плотный силовик Еще если будет у него ДК какой-то на подкрепе И ультимейт, который тебе жизнь восстанавливает И урон вокруг наносит В общем, хороший герой Хороший герой На разных стадиях игры И вот как раз после патча Все чаще и чаще в вандедовских мирорах И, да и в принципе, вот против орков тоже с фаст экспандом И его начали использовать довольно активно Мне нравится, что флай, конечно, крепится гораздо более активно Понятно, что у Экслорда пока лимит не позволяет У него там только Т2 доделывается Ой, какой диспл хороший Хороший диспл Но не с эльфами Ну да, эльфы, они такие Жука очень быстро ставят на место ДК второй Очень прекрасная просто разведка От Экслорда, посмотрите Ай-яй-яй-яй-яй Перехватывает одного финда И я не знаю, была там прикопка или нет Фин, кстати, весьма красноречиво рассказал, где находится армия Странно, что не пошел сразу Это был... да Два жука отменили экспант Это классно Да-да-да, очень хорошо читает игру Explore Прям классно Мне очень нравится, как он играет сейчас И вот как раз такого контролера, как Fly Ну, который просто великолепный микрит И, ну, это тоже игрок мирового класса Его можно как раз убивать За счет вот таких тем Разводов, избегания сражений Экспанда, минус Виверна, между прочим Ой, улетела на одной тычке Не хватило Тут минус Телепорт Очень плохо реагирует Очень плохо реагирует Почему он не сразу начал отступать? У него Форсир уже заперто, оказывается Еще импейл А, нет, маны на импейл Есть мана? Маны нет Вышкин не совсем Хотя помогают они, но не так хорошо 47 лимит на 43 Флай меньше, но здесь его как бы... Нет, здесь его тоже меньше Я не знаю, зачем сюда лезет Просто... Флай Пока, видимо, есть мана, он может держаться И он держится Но рейдеры под зигуратами Ой, какая боль ДК умрет ДК, да, ДК обречен Скоро будет мана на импейл Ай-яй-яй-яй-яй-яй Блин, ДК зря потеряли, конечно Сейчас и жука потеряем Да Там все такое красное Там еле живое все Как же жалко, а ДК умрет Не особо. Ну, после такого сражения уже, да, уже начинаешь задумываться о перспективах. Да, там экспант еще не готов, да, лимиты сопоставимые, но герои 4, почти 4 против 3,9 и 1, ну, 2. Надо как-то контрить экспант, что прям нырять будет в базу. Обсидианки, алло, а, обсидианки, там 3 обсидианки вообще было. ДК, не лезь. Пытался сейчас в алтарь нырнуть и попытаться убить его, а Калита рядышком. Второй левел ДК, хорошо. Сколько к Риплорду выходить? Какой прогресс, какой прогресс. Да-да-да, он хочет дистров, там 3 обсидианки, естественно, он хочет дистров. Наполовину только. Но здесь инфи, на мой взгляд, плохо ломится. Он пытается выманить все-таки Икс Лорда, чтобы юниты повылезали как-то, но... Ай, обсидианка, Дестройер пошел первым. Одну статую. Койл, наверное, надо закидывать. Так, минус Спирит Уолкер. Я за Икс Лорда болею. Еще Койл. Ой, лечение. Шикарно. Да, но здесь Экс Лорда одинаковые, и вот сейчас все... Они более-менее сравнялись, кроме уровня сыхи. Ай-яй-яй-яй. Тяж же. Да-да-да, я путаю постоянно. Видите, привет. И по предметам тоже все значительно лучше, естественно, у Флая. Куршет Аура — шикарный артефакт. То сражение прям на земле, под зигуратами. Я думал, что там просто... Флай, во-первых, должен был сжать сразу ТП. Ну, учитывая одинаковый лимит и остальные факторы. Куда там. Кстати, выход Дистров очень хорош, потому что Жук контрит, по сути, этих берсеркеров получается. То есть... Ой, импейл хороший. Врывается. Ой, сетка, сетка, сетка не достает, да... Как же переконтроливают его. Есть мана. Мана только у Деки. Диспейли Дистройера, но Дистройер минус. Диспейлит волков, да. Импейл шикарный. Понимаете, волков Дистройера диспейлит. Спиритлинг мы диспейлим. Сплэш получаем. Соответственно, рейдеры и гранты ни о чем. Только Хэтхантер и Берсеркер работают. А у тебя тут Жуки и Импейл. Ой, хороший Импейл! Ой, 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 ой. И разваливаются рейдеры. Новая обсидианка пришла. Она не успевает, он поднять вообще нормально. Хотя, может, он специально ее не поднимал. Виверну ловят. Тут же ушатывают. И лич приходит. Так, а вот личовка здесь может зайти. Новый, ну сразу Новый, чего? Хэтхантер, третий ДК, третий ДК! Да, хорош Экслорд! Все, и маршем. И маршем просто на Эксп. Бэкторк тоже за Экслорда болеет. Ну, прикиньте, первый раз на этом турнире немец. А это как бы немецкие кастеры. То есть они по-английски говорят, но они оба из Германии. Естественно, для них это просто... Они там болели за... Они за всех, кроме и азиатов, болели долгое время, потому что, ну, хочется, чтобы была интрига. А тут Экслорд приходит и первую же катку, судя по всему, затаскивает. Ай, чуть-чуть не хватает. Ай-яй-яй, там сзади подходит подкрепа. Маны нет. У Криптлорда. Минус гулька. Опасная ситуация. Нова пошла. Импейла катастрофически не хватает. Волки уже третий. Минус... Минус Хэтхантер. Ну, короче, тут сумасшедший контроль идет. Жуки просто вылезают один за другим. Диспела не хватает. Классно. И самое главное, ты фокусишь просто... А зачем лича мы получили? Там лича нужно было лечить или дестройер? Он промахнулся, что ли? Второй лич. И дестройер даже живой. Класс. Форсир остается почти один. Вместе с Ихой без маны. Класс. Ну все, контриться связкой. И телепорт. Это значит минус экспант, это значит минус игра. Хорош. Главное, да закажи себе 800 голды на руках, экс-лордик. Давай, 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 выходи из лимита. 51. Еще, 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 еще. Нужно еще бутылочку, блин, закупить маной. Да, его отконтроливал просто прекрасно, этого дистра. Шикарно. Просто шикарно отконтроливал экс-лорд. И это против Флая. Флая и на пинге. Флай не должен эту базу отдавать. Это единственная его надежда просто на продолжение. Там уже 4-3-2 героя. Да, еще один дестройер. Ай, ошибка. Пятый СХ. Вот это опасно. И у него еще маны в вагон. Еще не факт, что все закончилось. Экспанта работает. Если сейчас умудриться Флай отбиться каким-то макаром, то... Нету сетки. Там реально маны очень много у Флая. Диспел. МПЛ накопил ману. Ново в СХУ. Тот сразу должен лечиться. Еще у Диспела Волка, чтобы восстановить хоть как-то по... Ай, минус. Ой-ой-ой. Писать лимит на 40. Ну и по-прежнему его больше, но... Пока же есть СХ пятый с маной, с бутылкой маны. Хотя там очень бедный форсир. Он без ТП, без бутылки. Он сейчас же может отлететь. Нет, лечение третье. Пытается окружить СХУ. Он под спидами пытается уйти. Ну, где Диспел? Пф, блин. Минус ФС. Минус ФС. Максимум одно лечение. И он умрет. Минус форсир. Пятый жук. У-у-у-у. 50 лимита на 43. Живой лич. Там еще скоро будет Койл. Он продолжает нам отконтраливать. Еще ДК получил левел. Мана... У тебя ж мало есть, почему ты не... Не понял. А, там Хекс был. Там Хекс был. Я не увидел Хекса. Красиво. Захексил ДК, профокусил личак. Ох. 45 лимита на 40. Классно. Но у Флая уже все плохо, потому что там же база не добывает. А Икс Лорду надо просто сейчас выходить из лимита, продолжать штамповку. Не сбавлять давление и находиться здесь. Видите, там пытается Флай рабочих под это самое, подстроить. Минус Виверна. Новый герой. А, мейн закончился уже, да? Шахта закончилась на главной базе. Саха 6. Стой. Сумышевшие игры, конечно. Поэтому я Твис от Мэдоса люблю, потому что здесь можно... Ну, часто играют через Экспанды, какие-то макроигры уже, герои повыше уровнем. Классно. Рабочие приходят, но там гули их ждут. Гули больше, чем рабов, они сожрут. Манны тоже маловато, но тут отчаянно пытается уже Флай отбиться. 34 лимита на 56, он не сдается, но... Уже смотрит вправо, читает чатик. Он вообще другой монитор смотрит. Как он контролит вообще? Может, он развернул камеру вообще в другую сторону? Впечатление, что он чатик читает. Как-то пытается подсплитить юнитов, но... И лич выходит. Лич-орба. Там добычи никакой нет. Сейчас лич еще третий уровень получит. Форсир выходит пятый. Денег нет. 30 лимита. Шансов нет, шансов нет. Нова влетает. Подрезается один рейдер, подрезается хэдхантер. GG, Икслорд, 1-0, Флайер. Ну что, вот эта фраза уже... Икслорда... После того, как Флай мне проиграет, инфи два раза подумает, ставит ли против меня орка. Она уже... Ну, основание есть, согласитесь. Хорош. Читает чатик ГГ. Да-да-да. И это андет-орк. И это тестамент к Экслорду и к Криплорду. Энфо Лото говорит, что баланса просто нет. Ну, нет баланса, иди выигрывай, чувак, какие проблемы. Зачем Экс поставил рядом с базой УДА? Ну, я думаю, что он был ограничен по времени в плане того, что Крипец. Ну, окей, это все. Но... Это, конечно, было... В результате... В результате получилось плохо, конечно. Я из 2011 года говорю, что он ДД Имба. Ну, слушайте, сейчас метод поменялось. Во-первых, удешевили Экспанд, удешевили Некрополь. Добавили, кажется, Зигуратам еще 50 здоровья. Это как бы совокупно тебе под нычку дает. Ну, Акалитов бустанули весьма сильно. Скорость перемещения, скорость регенерации на земле. Под Харасси такую нычку становится сложнее. Криплорда очень сильно бафнули. То есть оно же не просто так поменялось. Там совокупность факторов, которая привела к тому, что теперь уже можно свободнее играть в Экспанд. Поэтому в 2011 году ситуация была совсем другая. Все равно орк все еще может ткнуть героя прямо на базе андеда. Андед может ткнуть героя орка прямо на базе орка. Экспоставил бы внизу, выиграл. Но понеслась. На пяти часах, да, надо было внизу ставить Эксп? Или на семи? Ах, наши эксперты такие, а! На острый играет. Во, пошла аналитика. С другой стороны, как бы, флай не лин, тут, знаете ли, такое себе такое. Ну, я абсолютно согласен. Флай не лин, и лин не флай. Такое себе, такое себе. Я правильно среагировал? Не пошел бы играть, не проиграл бы. Вот, тоже. Ошибка флай была в том, что он очень агрессивно пошел с Экспандом или просто недоконтролил. Я не разбираюсь в игре. Что я вам тут могу сказать? Я устраняюсь от аналитики. Давайте лучше вы. Но ведь андеды действительно имба, говорит, нас дни. Блин, просто любой удар орка отхиливает либо тачанку удов, либо присту хумунов. Ёпарас, это... Вы серьезно сейчас начнете гореть? Провизорус, ну что... Любой удар к орка отхиливает либо тачанку удов, либо присту хумунов. То есть у всех орков урон меньше... А сколько восстанавливает тачанка андедов? Прист, кажется, 25. А тачанка вроде то ли 8, то ли 10. 10. То есть ты утверждаешь, что... Любой орк наносит урона 10 или меньше. Но я согласен, что у пиона там 7-8 урон. Да. Тачанка-расточанка. Ростовчанка. Ростовчанка. Вторым героем все-таки надо было лучше того рена брать. Блин. А вот реально, представьте, игроки будут играть так, как пацаны говорят в чатике. Ну вот, реально. Вот там экспант, тут другой герой, тут построй этот, иди сюда. Тачанка похилит два раза, прежде чем грунцер ударит. Так а ей нечего хилить, пока не было удара. В логику, провисорус, давай. Что ты несешь-то? Ой, какие же нубасы. Хотя, если бы оно работало следующим образом, знаете, тачанка хилит вне пределов здоровья. То есть стоим на базе и хилимся, живем. А потом, как нахилились, там 3,5 тысячи хитов, 4, идем в атаку. Тогда да, тогда работайте. Ну что, Эхо Айлс. А если у цели уже не полное хп... А, 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 а... О, Эхо Айлс. О, Экс Лорд там еще попивать успеет. Успевает. Из баночки. Класс. Да, ничего не достиг Флай там сразу. А, Экс Лорд это вообще... Не, Экс Лорд, вообще, наверное, самый титулованный немецкий игрок. При всем уважении к Соколу, Экс Лорд самый титулованный. Ничего не достиг. Блин, ну не надо так говорить, друзья. Это, во-первых, показывает вашу некомпетентность, во-вторых, показывает, что вы, ну... Не обладаете даже дефолтного уважения к незнакомому человеку. Ну, то есть... Как бы... Ну, фигня, короче. Не надо так. Эксперты набежали опять. А Явс близко, но я думаю, что Экс Лорд побольше она выиграла. Надо посмотреть по Википедии по количеству. Они несколько в разные периоды играли тоже. Явс, кажется, пораньше... Икс Лорда был. Хасопс, Явс. Ну, да-да-да, Икс Лорд, кажется, самый молодой из вот этой вот четверки игроков. Хасопс, Явс и Сокол. Ему там, типа, наверное, лет 28. На данный момент 28. Соколик зато лутает и рыбачит лучше. Это да. Пришел тут после инактива. Впервые слышу об Икс Лорде. Ну... Бывает, бывает. 28 лет ему, да. 27 сентября 1991 года. Действительно, он самый мелкий из них. Хотя я не знаю точно, сколько... Сколько... И Сокол, не знаю, сколько точно. Но Хасопсу точно за 30. Явсу, скорее всего, тоже. Причем так, 34, 35, туда, куда-то. Самый ништяковый немец это MTV Tech. Ну, он вообще древний. Давайте к игре. Жук против Форсира. Огромное количество народу вызывает. Но в отличие от Twisted Meadows, здесь, конечно, с нейтралами вообще проблем никаких нет. Можно попробовать даже Гранта откружить и... Да, окружает. Да, там не так много урона наносят Мурлоки на самом деле. Правда, Гульку потерял на этом деле. Соколу 31, он написали. О, у него в августе день рождения. Неплохо. Скоро уже. Попробует добить. Точнее, попробует-то попробует, добьет или нет. Вот в чем дело. Пытается окружить еще Гранта. Окружает еще одного Гранта. Хорош. И добивает Жука еще под шумок. Ну, возьми этот артефакт. А как выпустил? Как выпустил? Там, видимо, Гульку убили, да? Импейл будем делать? Хороший Импейл же. Импейл! О, мой! Это еще Грант! Почему не подставил Грант? Ну, хотя да, минус Грант в любом случае. Второй ФС. И еще можно попробовать Гранта окружить. Ай, выскочил, 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 выскочил. Грант, просто Йоинт Аут. Боинь. Да, 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 началось значительно лучше. То есть, во-первых, тут быстрее с нейтралами разобрались. Зигураты пока не отменялись. Ладно, первый Зигурант. Там дважды или трижды отменял. Шахта, правда, тоже... Да, шахту отменяет. Да, убивает. Окружает одного Гранта. Возможно, еще одного окружит. Ой, хорош. Чайник. А, еще... Не-не-не, выскакивает грунт. Не отменил. Нет, отменил вроде. Тут накосячил, конечно, Экслорд. Он должен был доедать этого Гранта. Он выпустил его. Как ты комментируешь, груди сферу против грубого, и там лиц пошел через беста. Сейчас бы это зашло. А, скорее всего, на Эхо Айлс. Они так же играли, да? Любили они это делать. Ой, нет. Да, на Эхо Айлс. Да, мы помним эту игру. А где-то было когда? Девять лет назад. Сейчас, ну, у беста есть свои плюсы в том, что он на старте очень хорош, прям. Но он, на мой взгляд, гораздо менее полезен в лейте, чем жук. Вот если говорить о разборках лицом к лицу. Бестмастер диспеллится. Диспеллится. Вот будут спиритволкеры, и все. От него ничего не останется. Если есть мана у спиритволкеров, до свидания. Будет все диспеллить. Обычно, если ты доходишь до какой-то серьезной стадии за беста, то ты занимаешься тем, что разводишь при помощи самонов, там, харасишь, но стараешься избегать равных сражений и пытаешься наверстать за счетом второго какого-нибудь героя или хорошего лимита. Да, а у жука такой проблемы нет. Он себя вообще отлично чувствует, когда появляется импейл, когда появляется дека, то есть та же самая андэдовская связка, только в другом порядке. И удивить ты сможешь, я уверен, с бестом. Вот, и скорее всего даже удастся, если все правильно сделать, поставить экспан за счет кабанов, потому что орку просто нечем контрить кабанов на старте. Но потом, потом будет тяжеловато. Неужели прямо сейчас будет пытаться ставить флай базу? Ой, жуки подбежали, сразу кидаются на тролля. Да, Родан, время выигрывает, только время выигрывает. Тимулетом добавляют нейтралы дамага очень хорошо по гранту, по биле, по троллю немножечко. Ой, сеточка, сеточка удавочная, это минус здоровый тролль. Это мелочь. Нет, не инав это. А вот это уже ближе. Да, уже может хватить. А почему не прожал? Ману видно у фейлса, все понятно, что не хватало там здоровья ему. Пинг. Так ты же можешь прожать во время хекса, что хочешь. Причем здесь пинг. Если на тебя бегут со спидами и у форсера есть мана, какой пинг? Ты просто тыкаешь телепорт во время хекса, и как только он выходит из хекса, он сразу телепортируется. Сразу пинг, 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 пинг. О, а тут же можно жуков расставить так, что хрен поставишь базу. Пинг. Пинг. Да, 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 у него прям с героями все прекрасно по криппингу. Ну хотя это Эхуайлс, это не ТМ. Вот он сейчас получил эти 3.3, и что дальше будет делать? Собирать то, что осталось на стороне Эхуайлда, это, пожалуй, самое правильное, что можно сделать. Либо уже будет сразу пушить, я не знаю. О, минус Виверна. Не заметили, что-то, комментаторы. Телепорт. Да, заметили. Жук успел купить? Да, вот это проблема, этот могут просто забрать. Ну он там стоит, классно, он успел телепорт, видимо, второй купить. Там какое-то убогое отражение от рейдера было, такое рубленное. Ну там он успел убить Зигурат один, и какую-то часть времени сражался, Икслорд не под... ну, не оба Зигурата доставали. Короче, сейчас у Икслорда ситуация тяжелая, ему нужно получить... ну, ему нужно продержаться. Прикопки еще не было, к сожалению. Он фаст дистроп хочет. Не, не крейзи. Да, опасный момент. Гуляет он в миллион. Пошел телепорт. Назад-назад не выходить ни в коем случае. Сейчас флай просто на экспант снова побежит, а у тебя магазина нет. Он хочет прорашить дистров без второго героя. Опять ТП? Это очень дорого. А, это персоналка была. Ну да, все верно, если у вас соло-герой, то он получает на 15%, на 30% больше экспы. О, у него закончились телепорты в... Хотя, не знаю. Ему нужно дожить до Т3 и дистров. Такой вот у него план. Ну, он с пилоджем, почему нет? Да. Прямо сейчас нужно телепортироваться. Ой, ошибка от Экслорда, он не... Где? Почему он здесь ТПшлс? Ну, это ГГ. Отменил Т2. Все правильно. Ну, теперь надо ДК заказывать. Да, да. Все правильно. А, он под Инвизом. Да. Почему он не заказал ДК, я не понимаю. У него не было денег, видимо. Не, ну эта игра, конечно, уже залита, судя по всему. Ну, Киспен, говорит, опять пинг, кажется. Да. Не, ну тут Флай, конечно, его разводит просто шикарно. Там сколько было телепортов? Четыре? Сделано. По 350 просто. Класс. Да, еще грабежа было очень много. И сейчас комментаторы, слышите, как приуныли? Огромное количество ресурсов, конечно, у Экслорда. И... Но сейчас вот в пассив моде в таком он... Ну, он тут дистроф ему ооооочень... Да, 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 был сначала... О, здесь можно пару юнитов подрезать. Да у них одинаковый лимит. Ой, какой МПЛ шикарный. Есть еще бутылка? Есть, отлично. И под вышками. Тут можно очень хорошо постражаться. Еще один МПЛ нужно делать. Прямо сейчас. Да. МПЛ, хорошо. Да не, он здесь отбивается, изи. Я не знаю, что они там паникуют опять. Угу. Ну, лечение спасает жизнь. Не лезь вперед, не лезь вперед. Блин, вот эти вот... Ну, у него, видите, 1600... Сразу... Нет. Сейчас-то он закажет дикей, но хватит вы... Они... Да не мист. А, нет. Короче, ладно. Мне кажется, что там было просто... Не хватало ему либо золота, из-за фастгрейда на Т3, он хотел рашануть дестроеров. Понятное дело, что Икс Лорд с ошибками играет, но, тем не менее, у него четкий был план, вспоминая прошлую игру, что дестры должны были быть чуть раньше. ДК ему не так сильно помогало, особенно если у тебя есть деньги, и магазин, он не настолько прям тебе нужен для того, чтобы защищаться. Вот. А сейчас-то, естественно, будут... Он будет делать деку, у него на руках там больше косаря денег после заказа Т3. Вот. Они сокрушаются, что... К-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к. ДК выходит. Да? Нет-нет. Да? Согласен. Да, даже кажется, что лучше масса вивернами это все контрить. Потому что с землей как-то пытаться контрить дестроф очень, очень... Ну, не выходит просто. Потому что... Ну что, рейдеры? Это импейл. Это жуки минус рейдер. Они сами по себе урон-то вообще не наносят. И хэдхантеры это импейл. Давай-давай, импейл! Хорош! Чини-чини-чини-чини-чини-чини. Не хватит все равно, скорее всего. Еще импейл. Импейл! А, там еще КД. Импейл! О-о-о-о! Минус Т3 опять. Еще импейл будет. Мана вроде есть. Такой псих он. И там ничька. Согласен абсолютно. Да, сейчас пушить вроде как надо и выходить из лимита, но без дестроф. Что будем делать? Не совсем понятно. Почему не потратил интересный он импейл? Видимо, хочет на массу оставить. Флайк тоже пытается выйти из лимита, но у Икс Лорда запас по голде был значительно больше. Но у него Т2, у него мясо Т2. Соответственно, без дестроф, без арбы, без адреналина. Очень странный импейл. В теории должен вообще развалиться. Икс Лорд, к сожалению, 56-51, но у него лимит гораздо менее качественный. Минус 2 обсидианки. Полупустой еще Жук. Первый ДК. Сейчас калить надо к этому Финда. Что там, системное сообщение какое-то пошло уже. Да, Рада, еще не заметил. Мастеров Уолкеров правильно абсолютно говорит. Там Резуректит. Грамотно разделил войска. У него магический урон по гулям. Рейдеры охотятся. Икс Лорд понимает. Там еще Таурен выходит уже. И сидеть на лимите 50, бояться ждать дестроф. Опять. Т2, Т3. Представляете, насколько он... Насколько он... Задержал вообще Тэг. Да, но самая большая проблема у Икс Лорда в этой игре, это то, что он не стелепортировался в тот момент, когда мог защитить свой Т3, когда мог получить дестроф. И... Ну, у него был ТП, у него была персоналка, и, видимо, он просто не хотел инвиз свой это самый палить, но в результате он за это заплатил гораздо дороже. В разы дороже. Сидеть на лимите 50, правильно делает Икс Лорд. Там 62, но как-то нужно отбиваться будет от врага. Икс Лорд уже все, там, ерзает на кресле. У него перехватывают одного Финда. Таурены, два Таурена уже. Он не отменил! Он не отменил. А, ну хотя он может... Он может телепортироваться ДК. ДК там крипится на зеленый. Да, крипится. Он второй ловел хотел. Как? Да ладно! ТП на криптлорде? Что? Он забыл, что не передал телепорт. Армия приходит, там все очень красное. Свиток прожимается. Подрежет сейчас несколько юнитов. Там такое все красное! Ну, лечение. Скоро третье вообще будет лечение. Пятый Форсир. Эй, вот тут... Да, полное окружение. Закапываются волки. Инвол на ДК. Нет, тут пробреют его дальше. Выкапываются Финли. Так больно на это смотреть. Вы бы знали, как... Особенно, когда вы из Германии. Шансы-то есть, конечно, еще в третьей игре. Но не в этой вообще-то. Бедный Соколик. Не, Соколик, я думаю, не сильно переживает по поводу Экс-Лорда. Ферроншки, скиньтесь, пожалуйста, ссылку по окончанию. О, минус ФС. Что? Что? 44-60. ДК, ДК, ДК. Окружен. Нет, не окружен. Пытается отступить. Беги, беги. Передал Инвул. Хорош. Койл, скинь. Койл пока не умер. Да, телепорт вниз. Но телепорт же есть у него. Вниз. С ума сойти. Я в шоке. Я не верю, что он все еще жив. Но там СХ уже пустой. Он уже без маны. И здесь можно на самом деле... И все красное такое. Он может отковыряться. Лечение последней Ацехи. Икс Лорд супер просто здесь отыграл. Уже есть Т3. Да ладно, Ильич. Что? Просто Дестры решать сразу много проблем. Во-первых, с Тауренами. С третьими волками. Со Спирит Линком. Понимаете? И держаться можно очень хорошо. Уже есть Талли Стэф. Два потенки. О, моя. Да, Флай с двумя бутылками маны. Смотрите, идет. Магазина не хватает. Дестройер первый. Первый Дестройер. Импейл шикарный. Два Дестройера. Лич сзади. Лич, Лич, Лич. Нова. Импейл. О, как больно. Вообще влетает в хэдхантеров. Пятый уровень у ЖК. Есть маны. Сейчас будет третий Импейл. Давай. Импейл. Да ладно. Лича, Лича отоведи. Он отбивается. Хотя форсир приходит. Наверх Импейл. Наверх. Импейл. Идеальный Импейл. Импейл наверх. Что, маны не хватает? Да есть, 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 есть. Минус обсидианка. 44 лимит на 64. Шадоу Хантер с манной. Блин, зря он вышел со своей базы. Ну, зря вышел со своей базы. Блин, зачем вылез, а? Вниз надо перегруппироваться пока еще. Ну, там сетки уже. Сейчас всех Дестройеров отдадим. Да ладно. Минус один Дестр. ДК сейчас умрет. Мок же, мок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, г-г. Мок вытащить еще. Один-один. Вот это игра. Правда, Флай там Витя с деньгами еще накосячил. У него последние пять минут всегда было на руках, там, 600 плюс голды. Так, секундочку, друзья, я попробую... Сейчас залогиниться. Спасибо, телефон выбрать такой. Скан, код, код, логин. Мне просит QR-код ввести. Пассворд, логин вижу. Сейчас, 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 сейчас. Какой там? 17, да? Плюс 17. Спасибо там товарищам за... Классно, когда они в алфавитном порядке еще. Как мне найти-то, вообще-то? Кривая хрень. Буду по номеру смотреть. А, там плюс один. Я попробую не выбирать, соответственно, страну, просто код ввести и все. Пароль, король. Спасибо. Аккаунт doesn't exist. А, плюс один. Там несколько нужных штатов. Понял. Нормария Айлс вижу. Канада. Канада. Юнайтед Стейтс. Вообще, находится между М и А. Как же криво у них все. Так, и сейчас придет смс-очка. Я посмотрю верификацию там. Спасибо большое товарищу с никнеймом Фероншки. Судя по всему, мы сейчас залогинимся. Пока еще не зашло. Не пришло. Филт Шерруга. Нет, пока нет. Довольно комфортно мне одному пока комментировать. Фоги будет следующим. Ключи смс-ка не приходит. Давай я тебе вернусь. Вернусь, вернусь. Очень сильная игра от Лорда. Говорит, нет, кто бы что ни говорил, но очень высокий уровень. И не конец, но в этом же рейтс-китайской сцене. Да, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Это всего лишь первые игры. Да, не приходит смс-ка. Сообщение не перейдет, там косяк с русскими. Там вообще на американский телефон зарегина, так что... Ушел с твича, пришел на ГГ. Пока осваиваюсь. А что плеер в окне не работает и где кнопка подписки на канал? Венфарм. Плеер в окне не работать может только по той причине, если у тебя блокируют браузер всплывающие окна. Второе. Подписка слева внизу под плеером. Посмотри, есть еще театральный режимчик. Посмотри чатик настройки обязательно. Посмотри, как здесь удобно обращаться к пользователям, к стримерам через клик, а не через контекстное меню и миллион действий. Или набор там вручную. Поэтому осваивайся. Осваивайся. Посмотри, в турнирчиках тоже есть инфа. Вообще, сайт можно долго изучать. Ждем Жука и Экспанд. И самое главное, как будет Экслорд. Вот такое впечатление складывается, что если он доживает до своей темы, у него все вообще прекрасно. То есть, если он ставит Экспанд и доживает до нужного лимита, то... А, кстати, друзья, у нас же еще сегодня не было традиционного розыгрыша ГК+. Не розыгрыша, а раздача. Поэтому если есть на связи помощники, если кто-то хочет взять на себя такую ответственность и помочь с раздачей ключей, нескольких сотен, то пишите. Я готов пораздавать ключик, говорит Нэт. Выдать права. Но еще нужно парочку помощников, либо старых, чтобы откликнулись, либо новые, чтобы приджойнились. Старго готов. Не-не-не, если не векам права... Вот Лене... Ну Лене неудобно будет с телефона. На самом деле, я... Я думаю, что вообще не стоит тебе заморачиваться, потому что без компа раздавать будет сложновато. Мика еще. Все, значит, я выдам... Сгенерирую сейчас 300 ключей на 3 месяца. Вы их поделите на 3 группы. А, я за компом. Сейчас телефон не понял. Так, все. Я... Лене и... И Мика отправил ссылочку. Разделите, пожалуйста, там на 4 части. Поделитесь там с двумя товарищами, которые выше отписались. Ну, чтобы там по 50, по 75 ключей каждому. Ну, чтобы вы не пересекались. И раздавайте тем товарищам, которые попросят. Это GG+, это статусы в чате, смайлики анимированные, минус вся реклама на сайте. В общем, и поддержка сайта, что самое главное. Привет. Цимба или Симба. Не сразу пошел, вы видите, на экспант. Да-да-да. Не, ну лучше не в паблике, друзья, писать. Просто пишите в личку товарищам этим все. Порсируйте на харассе. Гулька очень битая. Съели. Ну, а там смысла не было. Нерубка все равно не успела бы там. Надо очень сильно постараться, чтобы от одного удара спасти от двух волков гульку. Сент ревард. Начал в прошлый раз Экслорд вообще отлично. Помните, там окружение грантов одного-второго, это минус телепорт. Да, и помощники, отпишитесь, пожалуйста, в чате просто, чтобы к вам могли обращаться. Потому что... А, нет, откройте просто список, друзья, кому нужен ключ. Список людей в чате, там на иконку тыкаете, и там как раз сверху помощники есть. Очень хорошо крепится. Форсир пока... Форсир добивает, второй уровень получает. Да-да-да. А, импейл хорошо. Ай, выпускает. Но он это сделал просто потому, что там же... Там же лайтнинг. Чейн лайфинг. Он не может же... Да, гранта пытается убить. Держимся, держимся. Нет, околит выживает. Пытается снова окружить. Да там... Все равно добьет, получается. Да. Более того, он сам может сейчас это сделать. Зато вытащил... Ой, окружил все-таки. Попытался... Ой, как пожадничал флай. Он попытался кольцо стырить. И пошел... Да, это ошибка была. Не-не, хорошо, хорошо, хорошо. 2,7 уровень, 2,6 сопоставимый экспант ставится хоть и чуть позже, но ничего страшного. В честь чего такая халяба, ключик на месяц према получается. На три месяца на все каналы. Но это у нас традиция есть такая уже. Если голд идет, он идет раз в сезон, то, во-первых, большое количество зрителей и новых людей приходит, и спячки просыпаются старенькие, и... Ну, это такой праздник получается. Вот, поэтому мы генерим несколько сотен ключей и раздаем их. Тем более голд проходит на протяжении длительного времени. Такая традиция уже идет. Вот. Успевает. Хотя... Что это было? Это был импейл. Вы видели? Ну, ночка отменяется точным. Да, можно попробовать окружить, но... Но... Да, спецкроум, хорош. А, это жуки были, да? Я вижу кнопку помощников. Чатик. Там... Иконка вторая справа в чатике. Там список пользователей. Никак не получается окружить героя. Но он окружает Гранта, но... За Гранта можно там игульку подрезать. И еще одного пытается окружить. Герой, я герой, герой, герой. Герой, 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 герой. Да! Но отпустил! Мисклик был, мисклик был. Надо валить отсюда. Как было бы классно окружить... И окружил опять! Да! 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 Минус форсир! Третий, даже третий! Но экспу не получит. Да, благодаря хексу. Классная фишка, конечно, с хексом. Если герои хексятся, то он не получает экспы. Красиво. Не, надо уходить. И опять? Сыху окружает? Но тут же нечем. Очень битый из СХ. Так, Старгок, я тебе сейчас сгенерю персонально с то ключей, хорошо? Вот, а то... Все написать лично. Смотри. Там надо только... Да, Мика. Давай. Спасибо большое помощникам. Я понимаю, что это вас займет на какое-то время, но вы сделаете... Вы осчастливите многих людей. Готово. То, что жук находится черт знает где, а не на базе. Это сейчас хекс будет. Инвол надо прожимать. Лечение. Надо, видимо, брать дирижабль. Ну, а какие варианты, вообще? Крайне нетипичная ситуация. Зепплин минус. Так, минус Криплорд, похоже. Шикарно! Шикарно просто! Ох, ну это был нормальный размен за Крипта. Просто лучшее, что можно было придумывать. Он сначала убил героя, до выхода Форсира причем. То есть экспу никто не получил. Надо сразу выкупать Криптлорда. И... Как мне нравится, игры на турнирах, где ставки очень высокие. Это вообще не похоже на типичные ладерные стримерские игры просто. Ничего страшного. На нежданчик может зайти. А, там батка уже одна есть. Ой, плохо. И пошла база. Да, Экс Лорда по лимиту меньше, но у него же экспант работает, все хорошо. Ты точно... Пишет, что не дает доступа к сайту, точно тут прислал. Ты полностью ссылочку скопируй, а не публичный. Полностью, без пробела. Ну, точнее, вот все, что я тебе скину. Все, что я тебе скину. Не тыкай на ссылку, а скопируй полностью, пожалуйста. Реально, зачем гарги? Не так familiar с этой механикой, если ты хэкс, ты не получишь экспантацию. Ты довольно-таки другая универсия, и это не зависит от твоего экспантации. Выходи опять, с номер один таргетом, Альта. Книга в рюкзаке, это... Ох, сейчас не выйдет ДК. Хороший импейл, но... Не успеют они. Конечно, да, реально гарги какие-то странные были. Но он подрезает там одного рейдера, одного рейдера убил, подъел, потерял юнитов, подъел немножко Book of Dead. О, опять-опять-опять-опять-опять-опять! Опять форсиру окружил, но там все такое красное, он выйдет вообще без проблем. Импейлы! Да, ну, ЖК проблемы, там бутылку надо езать уже. И лечение еще есть, бутылку надо уже пропивать. Капец. Так обидно за Икс-Лорда. Да, Мико, в общем-то... В общем-то, да. Всем желающим. Форсир на чудесах просто выживает. А почему мы не взяли бутылку... Бутылку маны. Опять ножика идут. Заблочен. Да, ну, опасно, потому что, опять же, Хексы могут убить. Очень красивое окружение было. Зил, как ты сказал, выдает ошибку. Так, я тогда попробую тебе в личку написать. Да, это не так. Да ладно! Дестройеров сейчас могут снова отменить. Нормальные дестройеры, да, делываются. Хорошо. Фух. Я надеюсь на то, что Икс-Лорд сможет из такой ситуации все-таки выбраться. Тем более, он показывал, что он борется до конца, и это очень импонирует, конечно. 3.7. Там 4.7 против... Третий... Ооооо... Колоссальное отставание по уровню героев. Колоссальное. У нас, кстати, сейчас происходит самый большой геноцид синевиков в чате. Мне дали ключик, это работает, господа Гритсперт Поздравляю, повар, привет Повар, кстати, я после стрима решу вопрос этот Прошу прощения за задержку В смысле геноцид, ну в смысле массового уничтожения Сейчас происходит сеневиков, они меняют цвет Ну с ГГ плюсом гораздо комфортнее, конечно И все смайлики, в чатике цвет Ну и реклама-то, понятно, отблоком можно рубануть, но тем не менее Очень хорошо, мне нравится, что Икс Лорд сейчас просто Просто несмотря на... Ааа, стоп, есть ТП Есть ТП Давай-давай, айтем Койл надо кинуть, видимо, в этом... Молодец, добил Хорошо И спасли еще, кажется, обсидианку Да-ра-ра-ра-ра, быстренько, Рошану и туда Почему? Ну, времени, вагон Нет, тебе половина денег возвращается после убийства этого артефакта Который стоит дороже, чем телепорт Естественно, лучше так делать Маврик, велкам Вот это красиво А успеет ли он это сделать? Сейчас чайник, может быть Не, не успевает Телепорт, 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 Экс Лорд, чего ты? Два когтя Ну, нужен лич, нужен лич Лич будет так рад, представляете? Ну, это класс, просто класс Нужен БМ, говорят А еще можно когти ему еще передать Там три когтя Плюс 30, плюс 35 У него урон 25 средний Еще плюс 35 с арбой Красиво Мне очень нравится, что Экс Лорд при том, что Отъел две красные точки Он еще сидит на 50 Вот это вот Прям очень грамотно Шансы есть Главное не упустить момент И выйти правильно из лимита Я надеюсь, там у него шейды бегают Да, довольно быстро выйдет А флай уже выходит Надо сейчас тыкать Уже сейчас тыкать Ну, понятно, что на базе можно отбиваться Как бы под зигуратами Но Да, шейда только-только Идет Надо сейчас прям выходить Поздно Опасно Он все еще не выходит Ну, кстати, вивернами хрен ты пробьешь Это все Главное героев сейчас не подставлять Дестроера ловит Лич так раздает Вы видели там, какие куски от виверны отлетали? Какая от выстрела Блин, андедовскую базу с таким лимитом Вообще никак не взять Выходит из лимита ДК попадает Он просто тремя героями отбивается Нужен второй койл Выходит Выходит Финдей первый Жук-жук-битый, жук-жук-жук Телепорт Влево куда-нибудь К лечу К Финду Ага Дальше надо было Блин, близко Слишком телепортировался И телепорт Отбивается Отбивается Икс Лорд Хорош Третий ДК Второй койл Шикарно Одинаковые лимиты у них Одинаковые Отдался на базе андеда Да, 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 да Минус 30 лимита Класс Ну, штурмовать базу андеда Возможно здесь надо было отвечать с шкатулки просто И ставить третью базу Может быть даже четвертую базу ставить на этой карте Потому что, ну, ничего не сделать Ты ломишься, вся земля импейлом контрится. Воздух не такой большой урон наносит по базам, в принципе, там, по вышкам, по всему остальному. А потом, да, сейчас же уровень героев. Там пятый жук будет, третий лич там будет какой-нибудь, и все. И ничего не сделать. Сейчас такой камбэк может Икс Лорд совершить. Он все равно сидит на лимите 50. Молодец. Восстанавливает ману, сидит. Да, сидит на 50 лимита даже. Ой, класс. Молодец, молодец. Собирает, конечно, карту, Таурен выходит, там, 5-5-1. По-прежнему по героям впереди сильно. Но я думаю, что нужно третью базу ставить. Т3, там, кодой, шкатулка, ставить базу и так далее. Класс. Да, друзья, там я вижу, что уже какой-то негатив уйдет. Не спамьте сильно помощников. Достаточно вполне одного сообщения, они вам ответят. Просто из-за того, что, видимо, большое количество людей пишут, они не оперативно это делают. Не надо спамить в личку, это только отвлекает. Класс. Но Икс Лорд уже 70 сделал, причем у него деньги на руках есть. Пошла база, или вышка ставится как раз на третью. Но это правильно, да. Флай не будет повторять одну и ту же ошибку, понимаете. Икси. Икси делает разведку очень классно. Я не могу поверить, что этот товарищ два часа в неделю играет. Но где-то он лукавил все-таки. В интервью говорил, что он играет именно вот по выходным мало. Хотя даже если посмотреть, сколько времени он на турнирах посвящен, ну, онлайновых турниров катает, уже больше времени будет. Это получается, что при всей неделе топовый варик днем будет. Можно работать шикарным фоном. Да, мне стыдно, что я забыл про голд. О, Икси паузу просит. И подвис. Пинг 6000. Икси. Икси. Я надеюсь, что это не происходит в этой серии. Оттенция сейчас. Спасибо, Блоба-бэрн, за дать 5 субов. Дюс, это невероятный игрок. Эта серия. Это игроковая. Мы все ждали, что это. Я на лом вспоминаю этот дикий Так все были удивлены, когда после телепорта там одинаковые лимиты оказались, 51-51 Будет обидно, если пинг нам испортит игры, но тут выбора особо нет То есть NetEase это по сути сейчас наиболее универсальная платформа для того, чтобы играть представителям из разных стран Вот, по объективным причинам турнир в онлайне проходит, поэтому хорошо, хоть есть такая возможность, потому что на батлнете было бы это делать вообще нереально Соблизу пользуйся на здоровье Я обновляю страничку после того, как ты активировал, потому что, ну, слишком много синевиков все еще Ты же должен был прозоветь, и иконочка должна была появиться Там один из комментаторов чистых хромакей Ну, у него, видимо, вебочка такая не очень хорошая У Neo-то-то явно какая-то, даже не вебка, а камера нормальная, со светом стоит Во-первых, потому что из зрачков отражается свет, кроме монитора Во-вторых, четкость весьма-весьма такая, классная Ну и цвет кожи соответствует А если премиум ГГ купить, то получается личная твоя поддержка 200 рубасов? Нет, это поддержка сайта, это не личная моя поддержка Хотя есть ассоциация, что майкер, там, гудгеймс и дела, но эти средства, естественно, идут в бюджет сайт Вот, у меня, мне хватает, спасибо большое Тем более, когда столько времени проводишь дома за компом, зачем они нужны? И так много подписанных, товарищей, и так регулярно поддерживают Поэтому Привет, Михаил, спасибо за голод, хотел спросить, почему не стреляешься коликом в PUBG А мы попробовали пару раз побегать Там в нерейтинговых играх боты и читеры А в рейтинговых играх довольно жестко пробивают И надо играть Вдвоем уже не поиграешь, нужно в сквадах играть Делис поддержал, говорит, мне тут столько ключей подарили, что захотелось поблагодарить канал уже Спасибо за стримы Варкрафта, верим в Готику Челлендж на Готику есть до конца года Но ближайшие челленджи будем выполнять по варикам А именно сыграть 30 игр в ладере и постараться проиграть не больше 10 Спасибо, Делис У кого эта ассоциация Майкера равно ГГ? Не знаю У разных Филд Шируга говорит, ты порадовал всех ключами, порадуйтесь Спасибо большое Спасибо большое Сыграть 30 игр рандомом Что? Рандомом? Я не прочитал рандомом, ё-моё А как мне при этом проиграть не больше 10 игр? Ну, Фоллантом Плар, конечно, подкинул мне Ладно, рандомом Ну, а зачем рандомом? Старгог, да, конечно, берите ключики тоже Себе По ключику смело берите Можете даже два Если рандомом, очень тяжело будет Но если на подладере, то я уверен, что тяжело будет Если там нормальная система подбора Потому что через там 5 матчей, если удастся их выиграть на старте против среднеслабеньких игроков Уже начнут давать нормальных, и всё Это два разных челленджа, если рандом, и не более 10 проигрышей Ну, может быть Да, можно их не объединять Сен говорит, согласен, нет ассоциации марки РГ, Абюр ГГ Вот это да Это да Приветствую Под такие акции нужен функционал Наподобие бана Правой кнопкой щелкнуть наградить премум А мы как раз это пилим сейчас То есть там будет возможность дарить пользователям как раз через Ну, во-первых, вписывать удобные никнеймы в окошках И я топлю за то, чтобы через контекстное меню вообще дарить Сыграю сначала эльфом Первые 30 игр, стат, 20, 10 А потом 30 игр за рандом Да, наверное, так и надо А можно сыграть первые игры за эльфой, если будет запас, то попробовать за рандом Ты вроде, если первые 8-10 выиграешь, потом серьёзных дадут Понятно Вирдос пишет, вот вам икс лорд Вирдос, привет Как тебе дела? Ты вроде в разработчики подался, да? Геспенст поддержал, говорит, значит ли это, что челлендж на Готику принят? Челлендж на Готику не отменён Почитал интервью с автором Кексика, очень интересно Я, кстати, не читал его А где ты его прочитал? На ГГ его нет Если первые 5 выиграешь, у тебя ММР под 2000 будет уже норм Понятно После обнуления буду давать, кого попало Вот, наверное, надо действительно стартануть числа 17-го, когда будет обнуление ладера И на ГГ, да, в ВК, в группе ссылка на пост ГГ, сейчас скину, понятно Попробуем ещё пока до Ю Пробую ещё раз до Ю, пока пауза А, давай после этой игры, я понял, да, надо было вернуться к этим Всё, возвращаемся в игру Надеюсь, что с пингом проблем не будет Почти, одинаковые лимиты, у них одинаковые лимиты Экс лорд идёт в атаку Он хочет, он, нет, он хочет до магазина просто бежать, видимо, да? За инвулами Хотя инвулы есть, два свитка лечения Три свитка лечения у него Он выходит из лимитов 90 Поднимает дестройеров Сейчас 90-100 лимита будет Оооо Но у него герои хуже Там 5-5-3, 4-3-2 Да там полный фарш просто, закупка просто И у Жука два кольца защиты Сейчас второй лич Кланчинг his buttcheeks Ой, позиция здесь ещё хорошая Опасный момент, Таурен вырывается вперёд Жук с блингдаггером как будто врывается вперёд Делает импейл по всем Сыха пятый, фокус сразу по нему И он умирает просто! Не успевает подлечиться, это Экс лорд выигрывает Ой, без пятого сыхи, это, конечно И импейл шикарный Просто по 10 там юнитам 75 лимита, тем не менее, на 71 Сопоставимый на героев-то нет Таурен там стомпать продолжает Где ещё импейл, импейл снова влетает Стомп снова, чайник идёт Отличный 67-68 лимиты сопоставимы Всё ещё, но герой Андеда живы Пятый Жук Есть ещё мана на один импейл ДК очень битый, очень битый ДК Нова пошла, импейл Окружать, сейчас можно минус ДК получить с таким окружением Минус ДК Шестой Надо нову-нову вправо бахать 50 лимит на 59 Не, ну это, конечно же, почти победа Экс лорда Ну как отдать можно было пятого сыху? Косарику флай на руках Ну, Экс лорда тоже денег дофига, они оба сейчас штампуются Хотя Ой, ой-ой-ой Срочно нужно За дирижаблем Дирижаблем Да нет, это ДГГ Да, сейчас будет сложновато МПЛ хороший, можно сделать Ай-яй-яй, нет, не успевает Да, тоже верно Сейчас будет левелап, четвертый Это вторая аура, это очень хорошо Вызывает парочку жуков Есть телепорт на самом деле У Икслорда Так что он может Видите, он третьим ПЛ не берет Он третьих жуков берет 60 лимита, 47 лимита Надо на экспант, видимо, идти А не на мейн сейчас И идти ставить уже базу, видимо, направо Да, мейн сейчас Акалиты пойдут А, то есть совсем у него и эксп закончился А, тут джин А у него даже денег нет на этом Он сейчас попродает, не комплит ли брок Ну что вы начинаете? Сейчас он несколько зданий У него там продакшн одного На 500 голды на продажу Сейчас пойдут деньги у него Почему не продает, реально Почему не продает? Нет, еще может закомбочить Икслорд просто продолжает Продолжает строиться, понимаете? Ой, залетает Таурен Почти пятый Полная мана у него В кучу Лич, 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 лич Личи лича Минус лич Телепортируется, понимает, что без лича он не сможет Оооо Какие непредсказуемые игры Безумные качели Все, сейчас флай будет за счет экспанда Нарачивать преимущество по лимиту Мне кажется, экслорду Сейчас надо просто продавать полбазы И идти тавериться Тавериться просто в углу Выбираешь любой угол Левый, правый Выделяешь деньги на восстановление лича Продаешь вот всю вот эту вот хрень И идти просто терпеть Чтобы не сводить все к одной атаке Чтобы поставить экспант И чтобы выправить То есть приходишь, кидаешь землю Ставишь три зигурата И восстанавливаешь Просто Ну просто, чтобы у тебя шахта была Потому что с такими героями Можно выигрывать Но нет, он будет сейчас просто сверх лимита, видимо, делать Да, непонятно Блайн и фанк Можно АГГ плюс почитать под плеером Там есть кнопочка Премиум, кажется И вкладка АГГ плюс И там как раз и все, все будет рассказано Показано О, черт Просто немцы, эти комментаторы, видите, какие такие расстроенные вообще Это очень хороший, на мой взгляд, показатель Потому что прям болеют, переживают И не могут контролить эмоции Молодцы Прям понурые такие Выдыхая такие Да, Фоги в следующем будет играть Ой, какие матчи классные сегодня Такая прям серия Это, пожалуй, на данный момент Самая интересная для меня серия X-Lord Fly Ну, как бы X-Lord, который там стейтменты делает, что Я молодец Fly, который топ, мега топ При этом с нестандартной Ну, сравнительно Ну, для текущей меты стандартной стратегии Но так глобально Жук, экспант Там все Вот эти вот Темы развода Качели постоянные Непредсказуемость И серия тоже полная То есть 1-1, 3-е решающее Все как надо Для накала страстей Вот И Тяжело Тяжело Очень хорошая игра А впереди еще Фоги Ух Я уже начинаю волноваться Лича он не взял И вспомнил Проблема Да, уже плюс 20 лимита, к сожалению Михаил, скажу сказать спасибо Пришел сюда 14-летним синевиком Сейчас уже помощник, который пишет диплом Спасибо Спасибо, расту вместе с Гудгеймом Спасибо тебе большое Старгог Мы реально как бы Столько времени уже вместе Растем Растем На 10 А там все нормально Ну, с дипломом Главное не забивать на него Там глобально Либо ты проходишь это испытание Либо не проходишь Плюс 20 лимита Что по боевому, кстати, интересно Это же боевого лимита Все равно Нормально должно быть у Икс Лорда Да и Акали Ты самый сильный Рабочий в игре Не, я на месте Икс Лорда Вообще тянул бы То есть пошел бы на эксп Да ладно Флай врывается И пошел Тауриан Шикарный стомп Идеальный просто стомп Пошел импейл Ну, там недоконтрали Водистройера Форсир, форсир, форсир Просто пытается форсир убить Лича убивают Гаге Это конец Форсир, форсир Гага Тауриан Ведущий Форсир Субтитры сделал DimaTorzok